Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня я покажу вам, как делать декупаж на темной поверхности, не подвисовывая фон. Это может быть красивое стекло красивого цвета, может быть также любая поверхность, пластик, металл, независимо какой материал. Для того, чтобы приклеить салфетку, нам часто приходится тонировать поверхность в более светлый цвет, чтобы салфетка не потеряла яркость. Сегодня я покажу, как приклеить салфетку, чтобы она оставалась яркой и чтобы основной фон не был затонирован. Для работы нам понадобится бутылка из какого-нибудь красивого стекла. А вообще это может быть не только бутылка и не только стекло. Любая темная красивая поверхность, которую мы не хотим закрашивать, чтобы остался вот этот красивый цвет. Салфетки нужны будут. Выбирайте такие, которые можно будет вырезать, даже если рисунок мелкий. Будет нужен лак акриловый, краска белая акриловая, шпатлевка, различные блестки. И очень важный в нашем элементе будет это файл. Файл возьмите такой поплотнее. Подготовить бутылку. Нужно ее отмыть и обезжирить любым спирт содержащим веществом. У меня это муравьиный спирт. Стараемся потом, где протерли, уже руками не трогать. Бутылку грунтовать мы не будем. А теперь займемся салфетками. Я выбрала вот эту фрагмент и я уже повырезала. Вырезала я простыми обыкновенными ножницами. Я до точности не вырезаю. Обратите внимание, если мы приклеим салфеточку прям на бутылку, то картинка теряет свой цвет. Вот если я сейчас ее намажу, прям специально испорчу эту картинку, намажу ее лаком. Посмотрите, что будет. Когда темный фон не загрунтован или не подкрашен белым цветом, приклеив картинку, да вообще на любой темный фон, она вот так у нас потеряет весь цвет. Она уже белее не станет. Так вот для этого нужно вот эти картинки подготовить. Опять обезжириваю это место. Можно и побольше рисунки брать. А теперь нам нужен файл. Сейчас мы положим картиночку лицевой стороной вниз, изнаночной вверх. Берем мягкую кисточку и акриловый лак. Любой, какой у вас есть. Покрываем заднюю часть картинки, как будто делаем декупаж. Для чего нам это нужно? Картинку мы сейчас будем высветлять белой акриловой краской. И чтобы краска у нас не пропиталась и не вышла на лицевую сторону, мы защитили картинку акриловым лаком. Вот такая небольшая хитрость. Вот так мы делаем, когда занимаемся обратным декупажем. Вот этой картинке нужно дать очень хорошо высохнуть. То есть мы не снимаем с пленки, вот так и высушиваем. У меня вот оказался рояль в кустах, потому что я немножко подготовилась. Картинки мои все уже высохли после лака. И теперь мы берем кисточку более тонкую, которой я аккуратно могу закрасить. Поверьте, это недолго. Просто пройтись по фрагменту белой акриловой краской. Кстати, то, что вам не нравится. Бывают какие-то фрагменты в серединке не вырезаны. Мы их можем белой краской не прокрашивать. То есть они при приклеивании на бутылку просто исчезнут на фоне бутылки. Прокрашивать не боимся. Картинка уже у нас крепкая. Стараемся красить от центра к краям, чтобы картинку не зацепить и не снять с файла. Этим методом я редко пользуюсь, потому что в последнее время больше привыкли прогрунтовывать все заготовки. А вот этот способ, он у меня лежал как бы в закромах, немножко подзабытый. Это спасибо мои зрители напомнили, попросили сделать мастер-класс на эту тему. Я докрашиваю и просушиваю. Краска хорошо высохла. Я переворачиваю картинки, которые прокрашены краской, и картинку, которая только покрыта лаком. Смотрите, даже сейчас уже какая разница. Здесь более четкие, яркие рисунки. А здесь даже на светлом фоне уже теряется рисунок. Сейчас мне нужно будет взять, ну, можно те же ножнички, поддеть аккуратненько картинки и снять их с файлика. Смотрите, если вот какие-то уголочки вот есть, то лучше помочь, чтобы не оборвать. Очень легко эти картинки снимаются с файла. И у нас уже картиночка, как будто тоненькая цветная пленочка. Во время окрашивания белой краской вот этот кусочек не нужно было закрашивать. Это потому, что он как бы дырочкой должен быть. Но дырочку я не стала делать, его просто не закрасила. И в итоге, когда мы приклеим, его фактически не будет видно. Вот тут буквально в центре. Вот сейчас мне опять нужен будет файл. Приклеивать картинки мы будем на клей ПВА. Неразбавленный, чистый. Можно взять вот экстра, универсальный какой-то клей. Можно, конечно, приклеивать и на акриловый лак. Кисточкой я сейчас просто проклеиваю картинку с изнанки. Еще обратите внимание, у кого краска сильно жидкая была, белая, и плохо закрыла одним слоем, можете пройтись двумя слоями, чтобы было поярче. Теперь смотрите, снимать мы не будем. Бутылочку мы фиксируем, чтобы она у нас не каталась. Переворачиваем. Мы смотрим, куда мы приклеим эту картинку. И просто прикладываем. Уже ни складочек, ничего у нас на этой картинке образоваться не может. Выгнали воздух, лишний клей из-под картиночки. Снимаем файлик. Верхний слой, вот этот наш, он фактически пленочка. То есть он ни за руками не цепляется. Видите, как удобно и хорошо. Обклею бутылочку фрагментами. Лишний клей сразу убираем с бутылки. Вот так можно даже руками подтянуть. Если у вас изгибы большие, например, это шар, еще пока вы не нанесли клей, сделать несколько надрезов, которые дадут вам возможность уложить картинку без складочек. Пока крутила, вот тут сдвинула. Можно подвинуть. Для примера вам показываю. Может и хорошо, что вот сдвинула. Вот совсем сдвинула, пока лежала. Вот так спокойно все растягиваю, укладываю. Все картинки просмотрите. И только после этого просушим. Здесь я бы не советовала работу сушить феном. Мы не знаем, как может себя повести лаковая пленочка от горячего. Поэтому дадим просохнуть самостоятельно картинкам. Для интереса я одну из картинок приклеила на свою пластиковую баночку, чтобы вы поняли, что можно приклеивать такие фрагменты не только на стекло, но и на любую темную поверхность. Обязательно проходим лаком, акриловым все картинки и просушиваем. После того, как прошлись лаком, хорошо закрепили картинки. Саму бутылку нужно будет спиртом, ваточкой протереть и удалить лак и клей, который вышел за пределы самих картинок. Мы сейчас будем добавлять немножко объема. Объем я сделаю на облаках обыкновенной белой шпаклевкой. Посыпаю все это различными блестками. Нужно будет сразу приготовить поближе блестки. Мне удобнее вот так за горлышко держать. Набираю я немножко, придаю форму облакам. Более такие закругленные, более мягкие формы делаю. Если у вас не будет облаков, там может быть, например, крыши домов, покрытые снегом. Сугробы можно сделать внизу бутылки. И сразу вот так посыпаю блестками. Бутылка у нас новогодняя, яркая должна быть. Пока у нас одновременно идет работа с блестками, вот здесь мы можем какие-то элементы добавить. Лак и посыпать блестками. Лишнее все можно вот так сдуть. Здесь можно еще между картинками было поработать. Трафаретом, например. Если кто-то захочет в шпаклевку добавить, например, манку. Кстати, шпаклевкой я закрываю не полностью облако, а можно только частями, чтобы еще больше была видна глубина объема. Вообще, новогодние работы это такой полет фантазии здесь можно использовать. Нужно хорошенечко дать просохнуть шпаклевке. У меня сейчас такой возможности нет, потому что это долго сильно ждать. Я беру сейчас контур белый и буду рисовать снежинки и снег. Контур я купила самый дешевый, белый, акриловый для декоративных работ. Я уже немножечко им попробовала хорошо им работать. Сейчас я просто буду рисовать снежинки. Мне, конечно, на весу это делать не очень удобно, но я их не буду сильно много. Если что-то не получилось, можно сразу ватной палочкой удалить. Честно говоря, мне проще такие снежинки сделать через трафарет. Поставлю вот такие сам снег, как идет, точечки. Вот так я расписала снег и снежинки. Вот этим же контуром можно Дедом Морозом шапочки, вот эти меховую бороду, добавить помпончики на шапочку, чтобы объем был. Вот прекрасно все высохло. Смотрите, ничего никуда не девается. Бутылку трогать не буду, там же элементы высыхают. А здесь, пожалуйста, вот все держится прекрасно. Остается задекорировать горлышко у бутылки, покрасиво красить пробку, завязать бант. Ни шпатлевка, ни контур абсолютно еще не высохли. И со всех сторон посмотрим. Такая бутылочка красиво смотрится и на просвет. Аксессуары можно добавить более интересные, более пышные, побольше каких-то блестящих элементов. Хотела показать фрагменты бутылки при разном освещении. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. А я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!